Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить Ваше новое изделие ГРОЭ. В комплект входят следующие компоненты. Продолжение следует... Для сборки Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Продолжение следует... Перекройте подачу воды перед демонтажем старого устройства. Подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений, изучите инструкции по установке. Обязательно сохраните их после установки. Соберите вертикальные стойки на раме и затяните их. Установите два крепления на боковых сторонах смывного бачка, убедившись, что они надежно закреплены. Установите вертикальную смывную трубу на нижний выход смывного бачка. Прикрепите смывной бачок к раме. Сначала установите колено смывной трубы на раму, а затем нажмите на смывной бачок, чтобы зафиксировать его. С помощью 10-мм трещоточного гаечного ключа закрепите крепление на раме. Ставьте и зафиксируйте ножки на нижней части рамы. Установите зажим для 90-градусного колена отводной трубы на раму. Завершите сборку, установив 90-градусное колено отводной трубы в зажим. Используя уровень, проведите вертикальную линию, которая проходит через центр отводной трубы, измеряя от пола для стандартного размещения чаши унитаза на высоте 400 мм от пола, нанесите метку А на 1 метр и метку Б на 1,08 метра. При необходимости скорректируйте результаты измерений в соответствии с требуемой высотой размещения чаши унитаза. На метке Б начертите отверстие для настыненных кронштейнов на расстоянии 235 мм слева и справа от центра слива. Установите изделие на место и проверьте положение относительно труб подачи воды отводной трубы. Расположите 90-градусное колено отводной трубы в соответствии с Вашей установкой, горизонтально или вертикально. При необходимости предусмотрите переходное соединение, используя трубы ПВХ. Убедитесь, что расстояние изделия от стены составляет не менее 230 мм. Затем отметьте местоположение отверстий для подпятников изделия. Чтобы 90-градусное колено отводной трубы легко присоединялось, нанесите консистентную смазку на уплотнение переходника на 110 мм. Если Вы используете ПВХ-соединение, используйте трубу 90 на 100. Для стандартной установки чаши унитаза убедитесь, что высота составляет 230 мм. Проверьте, выровнена ли рама относительно Ваших отметок. При необходимости скорректируйте Ваши измерения в соответствии с требуемой высотой чаши унитаза. Просверлите отверстие в стене с помощью 10-мм сверла. Ставьте дюбель. Просверлите отверстие в полу с помощью 12-мм сверла. Ставьте дюбели. Отрегулируйте высоту рамы так, чтобы она соответствовала отметке А. Затяните с помощью 13-мм гаечного ключа. Убедитесь, что рама выровнена горизонтально. Отрегулируйте уровень, ослабив регулировочный болт на одной из ножек с помощью 13-мм гаечного ключа. Затем затяните винт. Убедитесь, что винт крепко затянут на другой ножке. На резьбовом стержне установите одну гайку, две шайбы и одну гайку. Разместите крепежные скобы на резьбовом стержне. При этом фиксаторы должны быть открыты. Закрепите кронштейны на стене с помощью 13-мм гаечного ключа с открытым зевом. Выполните выравнивание по вертикали с помощью винтов и спиртового уровня. С помощью 13-мм гаечного ключа с открытым зевом затяните винты. Закройте металлические фиксаторы. Чтобы зафиксировать винты, завершите процедуру размещением пластмассовых фиксаторов на стержнях. Установите фиксатор на ранее установленный зажим от водной трубы. Потяните красную ручку, чтобы снять транспортный кронштейн и удалить его. Снимите крышку, чтобы получить доступ к трубе подачи холодной воды. Прикрепите наружную часть запорного вентиля к трубе подачи холодной воды с помощью 22-мм гаечного ключа с открытым зевом и трубного ключа. Этот узел необходимо собрать без использования уплотнения. Поверните запорный вентиль справа, подсоедините внутренний гибкий шланг к запорному вентилю. Убедитесь, что запорный вентиль закрыт, и откройте главный вентиль водоснабжения. Убедитесь, что соединение изолирующего клапана герметично. Опустите другой конец шланга в ведро, чтобы собрать воду, а затем немного откройте кран, чтобы проверить наличие воды. Закройте изолирующий клапан. При этом из штуцера подачи воды вымывается мусор. Подсоедините конец гибкого шланга к наливному клапану. Установите смотровой колодец в соответствии с расположением смывной панели. Разрежьте защитные панели в соответствии с отверстиями и боковыми сторонами рамы. Крутите резьбовые стержни с картонными втулками в раму, Разметьте отверстия для отводной и смывной трубы. Закрепите все панели. Наденьте уплотнение на смывную трубу до упора. Установите трубы на чашу унитаза и отметьте трубы в месте, где они выступают за кромки чаши. Затем полностью установите трубы в инсталляцию и отметьте их в месте, где они выходят из нее. Измерьте расстояние между отметками на трубах, перенесите это измерение на конец труб, добавив 5 мм, а затем отрежьте конец. С помощью напильника зашлифуйте концы труб. Полностью вставьте трубы в инсталляцию. Вкрутите резьбовые стержни в раму так, чтобы стержни выступали только на 6 см. Нанесите мыльную воду на муфты. Установите керамическую чашу так, чтобы она была обращена к смывной трубе, отводной трубе и резьбовым стержням. Затем сильно нажмите, чтобы она коснулась рамы. Немедленно поместите белую пластмассовую втулку, шайбу и гайку на резьбовые стержни. С помощью 18-мм гаечного ключа с открытым зевом затяните соединение, не прилагая чрезмерного усилия. Убедитесь, что чаша унитаза выровнена. При необходимости отрегулируйте ее, повернув белые пластмассовые детали. Установите пластмассовые крышки. Аккуратно разрежьте резаком наружную пластмассовую деталь заподлицо с плиткой. Включите подачу воды. Установите монтажный кронштейн смывной панели так, чтобы пластмассовые пружины были обращены вниз, а затем затяните два винта. На тыльной стороне панели смыва закрепите кнопку подачи воздуха, вставив ее до упора, затем присоедините синюю трубку к механизму. Сначала установите нижнюю часть панели, затем оттолкните вверх, нажимая в направлении кран. Нажмите кнопку смыва, чтобы убедиться, что смыв работает нормально. Нанесите силиконовое уплотнение вокруг тыльной стороны чаши унитаза. Вставьте пластмассовые анкеры в чашу унитаза и затяните винты, чтобы зафиксировать их. Установите пластмассовые хромовые крышки поверх пластмассовых деталей. Ставьте стержни в шарнирное отверстие сиденья унитаза, зафиксируйте сиденье с щелчком. Поздравляем! Вы закончили установку вашего нового изделия ГРОЭ. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groe.com.ru Субтитры создавал DimaTorzok